На сайте правительства области появятся ответы на вопросы, которые были заданы губернатору Никите Белых в ходе прямой линии. Она проходила 5 мая. Те вопросы, которые не прозвучали в эфире по поручению главы региона, были направлены в профильные органы исполнительной власти. Их ответы сейчас начинают публиковать. Большая часть вопросов касается ремонта дорог. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. У кировчан появились новые возможности использования материнского капитала. Теперь его можно направить на приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов. Но не любых, а лишь состоящих в перечне, утвержденном правительством России. И деньги идут не на приобретение, а на компенсацию уже имеющихся затрат. Для такого использования мат-капитала нужно обратиться в пенсионный фонд по месту жительства. На углу улиц Ленина и Горбачева появились три необычные установки. Предполагается, что эти так называемые малые архитектурные формы – часть украшения Кирова, в том числе к дню города. Как известно, в этом году глава администрации города пообещал украсить улицы Кирова в два раза больше, чем обычно. Это касается как архитектурных форм, так и цветников. Сейчас в Кирове высажены цветы на площади в 7700 квадратных метров. В будущем планируется высадить больше тысячи деревьев и столько же кустарников. В эту субботу на телеканале СТС выходит очередной выпуск программы «Уралхимкласс». В последнем восьмом четвертьфинале телевизионного турнира по химии примут участие школьники из Кирова, Амутненского, Восточного, Нижнивкина. В рамках программы ученики школ ведут борьбу за звание самого талантливого юного химика региона. На кону турнира путевка в столицу Латвии – Ригу. Начало очередного этапа турнира в эту субботу завтра в 16 часов.